Завтра, 15 июля, я собираюсь на рыбалку с ночёвкой. Беру с собой спиннинг. На саранчу буду ловить на кузнечика. Саранчи я уже подловил, запихал их сюда. Вряд ли они там задохнутся за ночь. Беру с собой удочку обычную. На парыше можно будет попробовать. И взял три донки на сама. В основном я хочу ловить на спиннинг, на саранчу. Головлей походить по севине, половить. Примерно 8 часов я из дома выйду. Как магазины откроются, заеду в магазин, куплю себе печенки куриные, чтобы можно было на сама поставить донки. Но если там лягушки где и будут, то конечно лягушек пойму. А ещё можно поставить на головле, если я их поймаю. Чем крупнее, тем лучше. Не думаю, что я столько головлей наловлю. На уху наловить бы головлей-то. В этот раз я с собой только палатку беру, потому что днём плюс 30 и плюс 32 обещают, а ночью плюс 18, даже плюс 20 может быть. Вот две куртки взял, тут одна в другой. Этого хватит, чтобы переночевать. На сухой земле палатку разложу и вот в этих куртках спать буду. Следующий день. Выехал я уже из города. Еду к Севине. Купил себе печенку на сама. Время 15 минут 9. Погода пока хорошая, солнца нету, не жарко. Мокша доехала до поворота, на котором останавливался в последний раз, когда на ночь ездил. Сейчас Мокша вот так выглядит. По лугам еду и такой запах стоит, сладкий прям. В основном то спелые ягоды пахнет, но и разнотравия тоже добавляет. Цветы цветут разные. Да, здесь луга окончательно бросили все. Дорог нету. Вот здесь вот раньше дорога была, с края дубков. Здесь ферма была. Вот она была дорога, ты где раньше. Но один раз тут проезжали кто-то. Скорее всего охотники до Севине. Может рыбаки. Еду по целине. Дороги кончились абсолютно все и следы пропали. Остановился на поляне с ягоды. Саранчи здесь полно прыгает. Можно наловить без проблем. Мне нужно куда-то вот сюда, вот между этими деревьями проезд искать. Судя по карте, метров, наверное, еще 300. До Севине 400. Выводок черков молодых. Он здесь на озере был. Я доехал, но это стоило мне больших усилий. Дорог нету. Все заросло. Здесь вот кабаны все перерыли. Мало того, что кабаны все перерыли, так еще муравейник на муравейнике. Не езда одно мучение. Там вон, где дуб упавший, дорогу перегородивший перед дубом. Большая яма. Она сейчас пересохла, но пересохла совсем недавно. В яме в этой тоже повозился. Короче, жесть. Еще вода достают. Я вон смотрю, там с давних времен еще навесик сохранился. Здесь вот что хорошо. Много сухих веток для костра. И ветки, и трава. Никуда ходить не нужно. В Севине вода, можно сказать, что прозрачная. Сейчас вот солнышко, если выглянет, то вообще видимость хорошая монет. И воды уже немного. Лешка на берегу. Скорее всего, косули лежали, а может кабанчики. Завал тут знатно образовался. Дуб упал. Когда я здесь последний раз был, вот этот дуб, он еще стоял на берегу. И именно под ним было хорошее место. Такое чистенькое от травы. Но теперь он упал. Если палатку ставить, то только вот здесь где-нибудь. А здесь около навеста дров, я смотрю, тоже полно. И водой принесенных, и, наверное, люди что-то привозили. Вот сачок остался. Можно даже использовать хорошее еще. Навеста здесь неплохое. От дождя можно укрыться, если что. Куча стаканов. Это что такое? Матрешка. Здесь даже холодильник за навесом спрятали. Зачем его сюда притащили? Легкий дождячок начался. А рядом с этим завалом кормятся небольшие головлики. Сейчас я подошел, они переплыли вон туда, вон за островок. Опять небольшой дождячок начал накрапывать. Я сегодня с утра проснулся, часов, наверное, в пять. Тоже небольшой дождь был. По прогнозу дождя не должно быть. Вот это тут завалы. Тут под этим дубом собик вполне лежать может. Где-нибудь он здесь вот как раз прям под дубом. Запросто. Вот лимонад положу. Не уплывет он отсюда. Надо его воткнуть. Ну, в общем, я решил через лес тут не лезть. Участок небольшой. А выйти опять на дорогу, как я сюда заехал. И по дороге дойти до переезда. А тут должна ведь рыба остаться какая-никакая. Карасики пойду зашли. Севинь-то разливалась. О, сколько куликов-то. Вот в этих небольших болотцах, которые остались. У них караси могут быть. Если их поймать, можно будет на Донкине сама поставить. Но там тина. Я думаю, там выше колена тина. И... Телорез всякий. Не хочется возиться в это грязище. К броду-то в этот год вообще никто не подъезжал с нашей стороны. О, на том берегу палатка стоит. Мужик какой-то ходит. Хреново. Тут даже на мотоцикле можно переехать без проблем. Вот здесь вот. Раньше Амуток-то был вот здесь. Сразу за поворотом. Но сейчас я смотрю, что-то место-то изменилось похоже. А вода прозрачная. В Севине по сравнению с Мокши. И гораздо прохладнее. Вон окунь, вижу, под ногами плавает. Блин, какой сейчас голавлик. Вот здесь прям под кустами выплыл. Грамм на пятьсот. И вон они поплыли. Я их вижу. Должны, наверное, клевать-то. Остановлюсь здесь, покидаю какое-то время. Есть первый. Но это не очень большой. Я видел гораздо крупнее голавлята. А вот этого я, похоже, и видел. Хорош. За ним окунь, кстати, крупный довольно плывал. Хорош. С третьей или четвертой проводки схватил. Нужно его обеими руками взять. Ну, хуя уже наловил. С четырех забросов на первом же месте. Вот здесь вот крупный проплывал, когда я его первый раз увидел. Здесь еще есть голавлиты. Но перестали клевать. Видать, крупный распугался, когда вытаскивал его. Пойду дальше. Не буду долго задерживаться на одном месте. А муток вроде бы на месте. Вот он, впереди. Нужно на берег вылезти, чтобы посмотреть, насколько там глубоко отсюда. Непонятно. Вот этот муток. А дальше опять мель начинается. Какие здесь ельцы и по мели плавают. Этих ельцов можно было бы половить на это, на барыши, на удочку. Прям стая крупных таких проплыла. Еще один муток. Считай сразу после того первого. Какой-то мелкий голавлик не может заглотнуть. Терепит. Смотрите, щучка прям под... Вон она, вон поплыла. Не полежая щучка. На мелочь туда ходится. Сколько здесь трикоз синих. Дальше глубоко не пройду. Нужно вылазить. Дно под ногами глинистые. Вода прозрачная. Там пескари плавают. Не знаю, видно будет или нет. Обрывчик такой глинистый. А перед обрывчиком стайка пескарей. Вон они, под обрывчик пошли. Стайка головлей средненьких поубежала от меня. Заметил, вот здесь вот стояла на скате. Эх, здесь вот самое местечко было покидать. Но мне здесь спуститься пришлось больше негде. Блин, обойти что ли, смотрите, там еще один дуб лежит. Тут стопуновы головли должны стоять под ними. Знаете, что думаю? Наверное, на Мокшу поеду. Не нравится мне, что здесь этот мужик с палаткой там. Он как раз наломать устал, где я хотел одну донку, но сама поставить. Блин. Ну где же головли-то? Они сто пудов должны здесь быть. Что-то не хватает. Тут и дальше все тупами завалено. Вот отсюда, похоже, головлю плыл. Стайка крупных окуней без горей под ногами проплывала. Что-то я рядом с ним кидал, кидал, так никто и не взял. Боятся, наверное. Видно все хорошо. Что-то тишина проплыл, и ни одной тычки не было. А перекат-то неплохой так, с травкой. Там скат, нужно саранчо обновить и попробовать. Пару раз пропустить. Может, головлик стоит какой-то. Какое место-то хорошее. А головликов нету. Ну, мелочь какая-то тут дергал. Почему бы здесь вот не стоять головликом, да? Я иду вот так вот потихоньку. Скоро я уже дойду до того места, где остановился. Здесь вот река вообще мелкая по колено. Поклевок нету. Ну и рыбы я особо не вижу. Под ногами песок. На севине головли, где попало, тоже не поймаешь. Нужно искать перекаты. Где они стоят, как на мокше. Целое дерево в воде лежит. Наверное, более 30 градусов. На солнце стоять невозможно. Шарище. Дошел я до места, где остановился. Вон, что завал здесь какой. Короче, головли в севине есть. О, ничего себе. О, крупненькая. А, щука, щука, щука. Такая средненькая. Где-то здесь стояла. Головли есть, но они стоят тоже на перекатах. Я вот на севине знаю только два таких места. Это вот где я поймал этих двух. И еще где вот труба. Переезд. Оттуда, ближе к мокше. Там я тоже головли видел. Ну, там по центру труба лежит. И они под этой трубой держались обычно. Чёртова палатка. Минут 15 я ковырял, так и не понял, как ее сложить. Ой, кое-как ее запихал. Живой, что ли, еще? Надо тогда голову отрезать. Ну, на куски разрежу и прям так сложим это в котелок. Как раз для ухи. Собрался, вроде бы все взял, ничего не забыл. Еду к мокше. Время два часа доходит. Без 23 я приехал на мокшу на место, где ловил самов. С ночевкой куда ездил. Все проклял, пока до сюда доехал. А здесь потные. Еще вода эти грызут. Эх, собаки. Смотрите, сколько желудей на дубах в этот год. Они усыпаны прям желудями. Все в желудях. Вот кабанчики это зимой попируют. На это место кто-то приезжал. Там 11 лет был. Я по нему и проехал. Костер жгли, дрова с собой привозили. Сейчас сварю себе уху, поем. Как раз вечер наступит и буду донки расставлять на печенку. У меня с собой молодая картошка, 6 штук. Она должна быстро свариться. Эти три покрошу. А три на завтра оставлю. Я ее хочу большими кусками вот такими порезать. Блин, какого да достали. В этот раз я не забыл про лавровый лист и черный перец. И посолим сразу. Подержал котелок над огнем. Минуту, наверное, 2-3 и вода тут же закипела. Моментально закипает. Так. Запускаю рыбу. Так. Запускаю рыбу. Вот здесь вот, под этими дубами. Время от времени кто-то плещется довольно крупный. Уха сварилась. Подожду, когда остынет и съем. Откуда-то гусь взялся, летает. Такого среднего размера. Помог. Что у нас он... Откуда он здесь взялся? На той стороне, на миле. Хищник крупно бьет. Время от ethic. Ты убил внутри. Время от DankeT vi PLO. Ты привык горячу? Дождичок небольшой пошел. На сухом дереве целое семейство цапель сидит. У них где-то гнездо здесь недалеко, а может прямо на сухом дереве, где-нибудь там и есть пониже. Только что к ним еще одна цапля прилетела. Время полвосьмого доходит, пойду я потихоньку расставлять донки. Первые поставлю вот здесь. В общем забросить не могу, придется заплыть. Как раз освежусь, а то жарище на полпы есть. Не могу забросить, сил что-то нету, да еще крючком палец немного пораню. Все, расставил все донки, сюда не поленился, тоже заплыл, прям под дуб и пустил. Девять часов полезу я, пожалуй, в палатку. Попробую заснуть. Рыба до сих пор плещется на мокше. Вот здесь, на противоположном берегу, похоже, щучка стоит в траве, живет. Постоянно бьет в одном месте. Время по пятому утра. Нужно вылазить. Спало, как всегда, хреново. Выпало немного росы. Я в 11 часов вечера еще влазил. Темно уже было. И рыба прям... Темно и тепло, кстати. Рыба прям булькала так хорошо. В 11 часов чувствую прохладно. Стал, одел вот эти две куртки. Солнышко взошло. Я вышел в луга, иду к севине. У меня всего 5 саранчи осталось в бутылке. Я сейчас... О, саранчи, да, вот. Нашел. Подловить можно. Но вроде роса, она в такое время не очень активна. Но вот здесь вот трава маленькая. И вот я одну уже увидел. Сейчас подловлю пока до севинина. Леса здесь перед лесом любят постоянно посидеть. Территорию пометить. Такие прошлогодние. Я уже поймал 4 штуки саранчи. Трава вот здесь высокая стала. Здесь ничего не будет. Вон журавль полетел. Вон она между деревьями летит. Какой крупный ты. Откуда он взлетел, интересно. Может, вот здесь где сидел? Может, я его исполнил? Не знаю. Дорог вообще нету. Травища по грудь в некоторых местах. Раньше за эту траву дрались. За сенокоса. Теперь стоит. Никому не нужно. Идти трудно. Вот здесь вот раньше мост был через Севинь. Дорога была хорошая. А тут место-то полностью изменилось. На трубе целый остров вырос. И, похоже, головлиты отсюда ушли. Это, конечно, не точно. Сейчас посмотрим. А когда я здесь был по остыне раз, здесь все по-другому было. Есть головли. Они вот прям под берегом стоят. Правда, не крупные. Но стайку головли я только что видел. Проплыла. Блин, здоровый головль. Грамм на 400-500. Прям напротив меня стоял. Есть головли. Тут они никуда не делись. Нравится им это место. Только для запроса очень плохо. Я прям вижу, как они за саранчой плывут и смотрят на нее. Но что-то не схватили меня, наверное, боятся. В общем, пришлось мне вот сюда вниз спуститься. Головли я, конечно, распугал. Но я там не забросить не могу добром. И они меня все равно видят и опасаются хватать. Нужно вот на эту трупу залезть и попробовать с трупы покидать. Других вариантов нет. На трупе, конечно, хорошо. Но я уже всех головлей распугал. Жалко, конечно, что я их распугал. Один головль там точно был крупный. Грамм на 500, может даже на 600 такой вот. Я его видел. Канюк беспокоится. У него, похоже, гнездо где-то здесь. А здесь вот у леса река стала глубокой. Я там пройти не могу. Обхожу подкову вот эту. Норка, что ли, или кто? Или тут-ка? А это была не норка. Это была выдора. И довольно крупная. А выдора-то не уплыла. Она вот под этим берегом. Вон она под кустами там. Шарится. Вон она. Вон она. Вон на берег выходит. Вон. Здоровая. Здоровая собака. Ладно, я за ней не пойду. Наконец-то я поймал первый уголовлик. Но он совсем маленький. Вот он. Схватил вон. Впереди поваленное дерево. Перед ним. Отпустим его. Пусть живет. И зацепился удачно. Стой. Вназрю. Ничего себе не повредил. Стой. Стой. Сейчас пойдешь. Не. Ничего себе тут обрыв. Намок, что такие обрывы не часто встретишь. Высота-то какая. Офигеть. И место вот хорошие, тупики. Но проводку сделала. Поклевок не было. Есть. Неплохой уголовлик. Прямо около дерева поваленного схватил. Это пойдет. Вот здесь вот он стоял. Здесь коса. А под деревом подмыв. Глубоко. И вот здесь он сходил у меня. Но больше поклевок не было. Скат вам уток. Здесь вот сейчас обрыв должен быть резкий. Поклевок не было. А мог бы здесь голавлик-то стоять. Место какое красивое. Здесь вот утка сидела. С левой стороны улетела. Только камеру выключила, а она полетела. Да, вот он обрыв. Начинается. Здесь уже очень глубоко. Обходить надо. А за этим утком еще один. Смотрите, какой выберут. И здесь сомик стоять может. Какие места хорошие разведал. Дальше я пройти не смогу. Нужно вылазить на берег. Обходить. Главля я думаю отпущу. Пусть плывет. Погнал, погнал. Вот следы лося. Похоже, здесь севинь уже такой мелкой не будет. Она здесь идет. Небольшая мель и амутки. Нашел еще один участок с мелью. Вот по центру прям голавлик схватил. Маленький. Утки пролетели над головой. Что-то там теркало. Но походу мелочь какая-то. Опять сопля попалась. Человеческие следы. Похоже, в носках кто-то лазил. Капец. Пытаюсь пробраться к повороту, где дубы валяются. Где переход. На мою сторону. Но тут жесть какая-то. Да. Выход на этот берег мне стоил 10 подов. Обожженных. Поцарапанных ног полностью. Я еще руки все обжег крапивой. И гомары меня закрызли, пока пропирался. Но я прошел сюда. К этому месту. С этой стороны. Сейчас его здесь оплавлю. Перейду на ту сторону и пойду назад к тонкому. Но к своему месту. К лагерю. Вот отсюда прям вытащил. Только забросил. Я прям вижу, он всплывает и хватает саранчу. И вон там одна поклевка была. Первый раз, когда я пропустил. Ну, отпускаем. Что с ними делать? Туда он повыше, чтобы рыбу не пугал. Симуратки охотятся. Вон, сидит. Рыбу только что поймал. Жалко, у меня объектива нет. Сума объектива. Завалы тут, конечно, конкретные. Вон, на мельколавлике плавают небольшие. Так, ну, мне надо через дерево туда перейти. Отсюда я забросить не смогу. Вот, смотрите, какой плывет прям ко мне. И не боится. А если подбросить ему? Нет, не решился схватить. Хотя, может быть, час вот. Блин, вот здесь вот косячок. Небольших колавликов стоит. Ага, одна мелочь подошла. Хавает. Крысут, крысут. Я вижу, что крысут. Саранчо. Ну, они слишком маленькие. Ага, ага, ага. Блин. Была поклевка. Странно, место такое хорошее. Ничего я здесь не поймал. Хотя, всплеск здесь был. Средненького голавлика. Может, просто мелко бояться меня. Я совсем рядом стою. Пойду еще вон туда. Там островок какой-то виднеется. До этого островка дойду. Пару раз кину, если не что-то все. Влазю и назад она. Есть. Ай, блин. Чуть не упал. Схватил прям за островком. Некрупненький. Верхнюю губу пробил ему. Все, я уже устал. Не знаю, сколько там время. Не смотрел. Что про севинь можно сказать? Много мест, вот таких вот мелких, где даже по колен нет. И на таких местах рыбы нет. Прямо идешь и не поклевок, и не видишь ее. А вот места, где такие завалы, всякие трубы оставлены. Вот. И самый первый перекат, где я головлей-то поймал. Там же раньше мост был деревянный. В общем, такие места. Там рыба есть. Ну и ловить трудно, потому что все заросшие. Берега все заросшие. Речка мелкая, прозрачная. Головли тебя видят. А если они тебя заметили, они клевать уже не будут. И вот место, где труба-то, где головли были. Там, кстати, большая стайка-то была. И крупного я там видел. Их там можно поймать, но нужно зайти просто сверху. Метров там за 200. Через кусты пролезть и зайти. И к этой трубе сверху подходить и сверху пускать. Тогда не схватят, когда неспокойно. А когда они тебя увидели, они уже боятся и перестают клевать. Ядрите, я гриб какой-то нашел. Это как быровик, что ли, был. Ножка фиолетовая. Я забыл, как этот гриб называется. Я не пойму, это его ножом кто-то. Кто-то тыкал или животное какое-то. Бедные мои ноги. Крапива в человеческий рост. Мало того, что крапива, так еще вот эта вот хрень колючая, невероятная. Ягоды, как ее. Ежевика. Я ведь босиком хожу все это время. А это что такое? А, ну это вот и есть эти боровички. Вот они вылазили. Пришел я к стоянке. 10 часов. Ноги все ободраны. Хаву и уролтон. В общем, на донках ничего нет. Вся печенка сожрата практически. Единственное, вот осталось немножко на донке, на которую я думал, что сом попался. Это, скорее всего, просто головли ее дергали, когда я подтягивал немного. На вторую ночь я оставаться не буду. Я устал очень сильно. По этой севине налазился в первый день. Ну, вчера и сегодня с утра. И спал еще плохо. Практически не спал. Жарища это 30 градусов, наверное. Сейчас буду собираться и домой поеду.